итак друзья здесь на дисплее я показываю вам какого сорта какого вида веточек мы сегодня собираемся с вами сделать это будет такая декорация послужит красивым украшением вашего новогоднего стола или же тортика или по вашему усмотрению десерта и так начнем для этого я вас ознакомлю вкратце какие инструменты нам понадобятся и так самое важное самое главное это мастика красного и зеленого цветов проволока номер 24 и номер 30 я взяла зеленые для удобства дальнейшем вы увидите почему для чего съедобный пищевой клей съедобный пищевой клей любой растительный твердый жир пищевой лак кисть ваннер или молд нам понадобится просто плоская поверхность далее тейп-лента коричневого цвета половинчатая ширина и самый настоящий сахар и так приступим для начала проволоку номер 30 я порезала на восемь частей получила вот такие вот маленькие кусочки дальше что я с ними делаю беру грубкой в несколько штук и делаю одновременно сворачиваю такой вот крючочек закрытый я подготовила основу для наших ягодок итак начнем с ягодок я возьму небольшой кусочек красной мастики ориентируйтесь на размер диаметр настоящего сухого гороха вот такой не используя клей в данном случае я просто пронизываю с верхней стороны с верхней части проволочку и даю немножко углубиться нашему крючочку и закрепляю слегка нажимая мастику у основания самой проволочки для одной моей веточки понадобилось приблизительно 13-15 штук ягодок я не буду показывать вам как я делала все эти 15 ягодок еще раз повторю процесс взяли небольшой кусочек мастики размер горошину можно варьировать диаметр поменьше сделать не больше не делайте и теперь пронизываю проволочку с крючочком и утапливаю немного крючочек так чтобы его самый кончик был виден и так я заранее подготовила все ягоды для того чтобы времени не занимать и откладываю все ягодки в сторону с ягодами мы разобрались теперь нам нужно сделать вот такие листочки листочков я тоже вам советую сделать в районе 15-14 штук прикручивать мы будем попарно как я делала эти листики вообще так просто и замечательно никаких дополнительных инструментов в виде вырезок специальных вайнеров тоже вам не там не понадобится возьмите маленький чуть меньше кусочек мастики скатайте в шарик из и шарика скатайте вот такую вот колбаску теперь пользуясь такой же полукой 20 и 30 простите мы пронизываем ее с нижней части опускаемся где-то сантиметр-полтора вниз и прорабатываем мастику по проволочке вверх и делаем кончик вот такой вот заостренный кладем на доску и плоской части вайнера придавливаем и вот такой вот листочек у нас получился формируем из него настоящий листочек делаем центральную прожилку и вот такой листочек все сделано еще раз покажу для закрепления берем небольшой небольшой кусочек мастики листики у вас могут получиться все разного размера поэтому экспериментируйте и так я пронизываю проволоку сквозь мастику мастику вот такими вот вращающими движениями при помощи пальцев поднимаю к самому макушке проволочке и заужаю сужаю у макушки кладу на досточку прижала плоской поверхности любого вайнера или мода опять листик готов сколько времени у нас экономлена без вайнеров специальных и вырубок и так четное количество нам нужно будет сделать вы увидите что у вас листики получились разного размера сформируйте в группе по по 2 и приблизительно одинакового между собой размером и так все мы сделали далее нам понадобится проволока 24 и я ее уже разрезал напополам вот нам понадобится половинчатая проволока для того чтобы сделать небольшие ответвления веточки вот такого плана посмотрите пожалуйста я использовала тейп ленту отрываю кусочек этой ленточки складываю напополам и вот такими закручивающими движениями скручивающими формирую наши маленькие маленькие отросточки от ветки оставьте пожалуйста нижнюю часть не тронуты не закручивайте и так начнем теперь уже сборку мы сделали одну веточку и давайте мы ее прикрутим проволочки 24 и немножечко отведем в сторону и далее теперь будем прикручивать ягодки ягоды формируйте в группе по несколько штук по 3 по 5 по 2 по 2 для того чтобы это все более естественно красиво смотрелось уже аранжировки наши и так перемотали плотненько все наши ягодки и добавляем пару листочков я выбрала самые маленькие листики для начала формирования веточки расположила друг напротив друга обмотала и спускаюсь дальше спускаюсь дальше и снова подкручиваю прикручиваю наши ягоды теперь и мы их можем сформировать в группу из пяти сформируйте эту группу из разного размера шариков что повысит более-более настоящий их ведь и добавила примеру чуть-чуть понижать одну ягоду и все это закрепила ленточкой и снова спускать вниз и снова подкручиваю пару пару наших маленьких листиков которые мы изготовили из зеленой мастики разводим друг напротив дружки и дальше идем и вот теперь бы я подкрутила меру такой вот наш маленький от росточек витки так скручиваю пожалуйста посмотрите как это получилось и снова ягоды добавляю вот сейчас хочу сделать группу из трех так все плотно и спускаюсь далее и хочу теперь еще снова веточку добавить вот этой широкой незаконченной не заключенной частью я как бы обнимаю наш основной ствол и веточка сразу прилипает добавлю еще парочку листиков примерно одинакового размера если у вас заканчивается лента выберите уже другой кусочек и снова мы добавляем добавляем уже можно добавить все оставшиеся наши веточки на этот момент вот то есть ягодки на этот момент к нашей веточке и плотненько-плотненько тем же способом прикрутили еще два листочка в конце отлично хорошо закончили наверное давайте веточкой такой наши и тут же ее прикрепили и закрутили вот такая у вас ветка будет готова это пока не все по вашему желанию вы можете пройтись более темный красный цвет можете оставить если сухой краски у вас нет я бы порекомендовала на данном этапе использовать пищевой клей как мы работаем таким окунаем кисточку и начинаем проходиться по всем ягодкам и листиком не набирайте на ветку очень много лака иначе он потечет и сделает вашу работу не очень опрятной не очень аккуратной тем более если вы еще пройдетесь и сухой краской лак жидкий имеет такую способность течь вот нужно кстати веточки тоже немножко покрыть листики я покрою только с внешней стороны те которые к солнышку повернуты задняя сторона останется нетронутой итак мы прошлись по всем по всем по всем ягодкам ягодки окрашиваю я везде стараюсь листики только с внешней стороны лицевой с изнаночной не трогаю и на этом закончим я бы на время оставила подсохнуть лак прежде чем перейти к следующему этапу если у вас времени нет можно перейти сразу и так веточка практически готова теперь я хотела бы сделать эффект вот этого и не что мы делаем для этого мы используем обычный пищевой клей пищевой клей это смс разведенная обычный воду и так я покрою те места на наши ветки где хотела бы видеть я наш сахарный иней там где у нас будет покрыто веточки ягодки и листики пищевым клеем туда наш пищевой иней съедобный сахарок то и приклеится что и даст эффект заморозков нашей ветки вот так перевернем если вы хотите полностью покрыть нашим сладким веточку значит перейдите и на стол так все покрыло и теперь над емкостью я беру сахар и просто присыпаю поверх нашей ветки сделанной как я говорила там где нанесли пищевой клей то есть там и прилипнет сахар вот посмотрите что у нас получилось наша веточка готова и с наступающим всех Рождеством и Новым Годом гостей Субтитры создавал DimaTorzok